Доктор, как проходит моя беременность? Сейчас посмотрим. Все в порядке. Скоро малышка попросится наружу. Ей там уже тесновато. Она такая большая. Я не могу в это поверить. Мы дождались. Райли вас вот родит. Я так сильно за нее счастлива. Давайте выключим сигнализацию. Вот так уже легче. Посмотрите туда. Я думала, что здесь будет посимпатичнее. Привет, я Каприз. Перейдем сразу к делу. Разойдитесь. Мне нужно установить на ваш пульт новую функцию. Теперь я буду отвечать за все Райлины Капризы. У меня есть идея. Пора приниматься за работу. Что она задумала? Не знаю. Это странно. Хочу кушать. Вот это поворот. Сейчас я что-нибудь придумаю. Вот, держи. Это шутка. Кушать. Чем ее не устроила, это брокколи. Не волнуйся, родная. Дело не в тебе. Кушать. Хочу, хочу. Хочу. Макдональдс тебя устроит? Кайф. Кондиционер не работает, поэтому я вручную. Это просто райское наслаждение. Не нужно так делать. В смысле? Это моя работа. Отойди. Где же этот люк? А, вот и он. Зачем он тебе нужен? Мне это не нравится. Каприз. К этому люку запрещено прикасаться. Вот официальное разрешение от Министерства эмоций. Меня уполномочили быть няней этого ребенка. Не может этого быть. Мне плохо. Я сейчас упаду в обморок. Простите, если я вас чем-то расстроила. Мне пора приступать к выполнению своих прямых обязанностей. И что мы будем с этим делать? Было приятно пообщаться. Пока. Напрыгнула. Как думаете, там высоко? Отлично. Я на месте. Где же наша малышка? Вижу. Вот и она. Какая миленькая. Она так сладко спит. Мое ты солнышко. Давай я тебя поглажу по головке. Ты кто такая? Зачем же так кричать? Эй, а вы что тут делаете? Не подходи к малышке. Тоже мне, командирша. Она успокоилась. Я положу ее обратно в колбельку. Ты наше сокровище. Мы все тебя очень сильно любим. Джой хорошая. Малышка довольна. Прекрасная работа. Она просто волшебная. Я ее обожаю. Пишено. Теперь я буду ее няней. Каприз. На этом твои полномочия окончены. Друзья, напишите в комментариях, какая няня вам нравится больше? Я или Каприз? Вот выскочка. Хочешь битвы? Будет тебе битва. Даже не надейтесь. От меня не так-то просто избавиться. Проход запрещен. Пропусти меня. Мне нужно попасть в пульты управления. Сам напросился. Что ты сделала? Я ничего не вижу. Помогите. Какая жалость. Все, больше он мне не помешает. Пора запустить какой-то новенький Каприз. У меня в запасе их еще очень много. Вот это я наелась. Слышу. Что-то еще? Сейчас подумаю. Хочу слушать музыку. Поняла. Антонио Вивальди. Времена года. Чего? Нет. Я хочу другую музыку. Я же не знаю твоих музыкальных вкусов. Хорошо. Давай попробуем вот эту. Опа. Совсем другой разговор. Нормально качает. Выключу бе. Слишком громко. Я сейчас оглохну. Что же делать? У меня есть одна мысль. Секунду. Сейчас попробую исправить ситуацию. Ай. Как больно. Теперь у меня останется там синяк. Все. Этот ужасный шум прекратился. Слава богу. Ты огромная молодец. Это чуть не устроило пожар. Что это так воняет горелым? Эти наушники бракованные. Как думаешь, Бинго-Бонго понравится малышке? Еще как. Держи, солнышко. Теперь он будет твоим другом. Бинго-Бонго. Бинго-Бонго. Моя ты умничка. Ох. А смотреть за ребенком совсем непросто. Но мы с тобой справились. Рано радуетесь. Это еще не конец. Моя рука. Что здесь? Сейчас ты у меня получишь. Стой. Подожди. Одну минуту. У меня для тебя кое-что есть. Что это такое? Через секунду этот тараканчик отправится в гости прямо к себе за шиворот. Нет, только не это. Каприз. Сними его с меня. Я чувствую, как он ползает по моей спине. Помогите, пожалуйста. Кто-нибудь. Это было несложно. Что-то здесь холодно. Нужно немного увеличить температуру. Доктор, мне очень жарко. Прошу вас, сделайте что-то. Сейчас. Давай померяем твою температуру. Держи. Ого. Градусник сейчас лопнет. Да ты вся горишь. Смотрим, как вы справитесь с этой проблемой. Я сейчас растаю. Можешь на меня поплакать? Ребенок. Я совсем забыла. Кажется, малышка в порядке. Милкшейк спасает. Я знаю, кто это все устроил. За этим однозначно стоит каприз. Какой приятный ветерок. Невежливо вот так вот без спроса залазить под чужие копты. Жара. Жара. На меня температура не действует. Но найти в чем здесь проблема? Вижу, переключатель температуры сломан. Все понятно. Она специально это сделала. Что? Понятия не имею, о чем вы. Теперь здесь всегда будет жарко. Успокойся, мы что-нибудь придумаем. Разойдитесь. Я немного разбираюсь в механике. Сейчас посмотрим, что здесь можно сделать. Попробуем соединить друг с другом вот эти провода. Так получился красивый бантик. Я скоро превращусь в плавленый сырок. А вентилятор есть только у меня. Не волнуйтесь. У меня есть еще несколько вариантов решения проблемы. Что сейчас скажете? Здесь стало очень холодно. Это не входило в мой план. Ой-ой. Нужно срочно отключить этот режим ледникового периода. Совсем другое дело. Ты настоящий профессионал. Ой, меня похвалили. Чувствую себя неловко. Не стесняйся. Ты это заслужил. Сколько умею еще держать. Удивительно. Температура спала. Но я же не давала тебе никаких лекарств. Просто у меня очень хороший иммунитет, док. Я сильно устала. Пора немного вздремнуть. Мы вылечили Райли. Да что ж такое. Опять неудача. Что это за звук? Ребята, слышите? Малышка плачет. Она проснулась. Я пойду к ней. Прыжок. Удачи. Мягкое приземление. Зайка моя. Твоя няня здесь. Хорошо. Только не плачь. Она проголодалась. Нужно ее покормить. Посторонись. Сейчас я сама все сделаю. Я принесла ей вкусную еду. Это что, пицца? Совершенно верно. Спасибо, конечно. Но я не ношу шляпы. Кушай. Стоять. Ребенку такого нельзя. Это вредная еда. Беру этот холестериновый удар на себя. Он разговаривает? Вот, смотри внимательно, как это делается. Маленькие детки должны кушать молочко. Все? Ты больше не хочешь? На здоровье моя радость. Ладно. Я сдаюсь. Чего это она? Предлагаю заключить мир. Отличная идея. Давайте больше не будем ссориться. И не будем бросаться тараканами. Супер. Договорились. А чтобы это отметить, я предлагаю выпить вкуснейшего лимонада. Я угощаю. Разбирайте. За дружбу. А он вкусный. И очень сладкий. И немного кисленький. Пейте, пейте. Такие же вы все-таки наивные. Что-то меня клонит в сон. У меня тоже глаза слепаются. Хаприз, что ты туда подмешала? Засыпаю. Я не брошу вас в этой неравной битве с вредной едой. Приятного аппетита. Где я? Что случилось? Я вспомнила. Хаприз всех нас обманула. И связала. Давайте попробуем освободиться. Не выходит. Что она там делает? Почему ребенок плачет? Сейчас я почитаю тебе книгу. Где моя няня Радость? Ее уволили. А теперь внимательно слушай мои страшные сказки. Я их боюсь. Стой. Не нужно. Перестань. О, испугалась? Это называется эффект полного погружения. Слушай дальше. Волк открыл свою огромную пасть. Как же нам выбраться? Сегодня выдался славный денек. Давно уже я так вкусно не ел. Посмотрим, что там показывают по телевизору. Вчера в тараканьем роддоме родилось 800 тараканов. Это наш шанс. Таракан, развяжи нас. Ничего интересного. Что там на другом канале? Уйди, человек. Не трогай меня. Кто-нибудь, помогите. Ужас. Я потом не буду нормально спать. Дальше. А вы замечаете, что когда на кухне включается свет, то все тараканы сразу разбегаются? Он мне нравится. Куплю билет на его выступление. Освободи нас, пожалуйста. Даже не знаю. Мне нужно хорошенько подумать. Держи еще кусочек. Давай. Тебе не жарко? Привет, мой усатый герой. Съешь меня. Заманчивое предложение. Я согласен. Сейчас развяжу. Вот она. Немедленно прекрати читать это ребенку. Дай сюда. Какой кошмар. Бри, скажи. Зачем ты нас связала? Неужели вы обиделись? Смотрите. Там таракан на велосипеде. С тобой немного прогуляемся. Я никого не вижу. Эй, куда она забрала ребенка? Где я? Что это за странное место? Ай, что-то живот болит. Все, мне полегчало. Чем это пахнет? У, какая ужасная боль. Нужно отсюда уходить. Гадость. Там явно что-то испортилось. Давай ребенка обратно. Нет, даже не мечтайте. Ты совсем не умеешь присматривать за детьми. Она моя. Вы ее не получите. Отойдите. Отдавай. По-хорошему. Последнее предупреждение. Малышка переходит под мою юрисдикцию. Я просто ужасная няня. Теперь ты в безопасности. Я всего лишь хотела быть полезной. Ты можешь быть полезной в чем-то другом. Не трогай меня. Что происходит? Почему включилась тревога? Я не знаю. Это очень странно. Тушься. Давай, Райли. Еще. Я стараюсь изо всех сил. Все, малышка. Пришло время прощаться. Плати ее в коляску. Мы будем очень сильно по тебе скучать. Это так грустно. Каприз. Иди к нам. Все-таки мы одна большая семья. Примите мои поздравления. У вас девочка. Дайте мне ее подержать. Спасибо. Я назову тебя Мия. Наконец-то мы встретились. Наша мама так долго нас ждала. Мне немного страшно. Все будет круто. Мия, ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю. Предлагаю сделать вашу первую семейную фотографию. Улыбочку. Я фотографирую. Какой сложный уровень. Хочу устроить гаражную распродажу. Доченька, у тебя есть какие-то ненужные вещи? Я дошла до босса. На что я наступил? Опять твои игрушки. Вечно ты их разбрасываешь, где попало. Хорошо. Раз они тебе не нужны, то я их продам. Прости. Я не хотела, чтобы ты ударился. Не хотела она. Приведи в порядок свою комнату. Я потом проверю. Хорошо, пап. Скорее, идите ко мне. Не волнуйтесь. Никто вас не продаст. Теперь вы будете жить в этом домике. Это было больно. Может, хватит уже на мне лежать? Вставай. Куда нас занесло? Вы только посмотрите на это. Теперь у нас есть своя комната. Она такая прикольная. Мне здесь очень нравится. Кто там за нами следит? Ребята, это я. Мия. Мы рады тебя видеть. Сейчас я вам кое-что передам. Это поможет вам обустроиться. Готово. Ловите. Поймал? Давайте посмотрим, что там. Мне тоже интересно. Тут какие-то рисунки. Да это же план, чтобы мы смогли построить себе кровати. Вот моя. И моя. Я сделаю себе самую крутую кровать. Это мы еще посмотрим. У нас соревнование. Ты куда? Пока они думают, я выберу себе самое лучшее место. Моя кровать будет на втором этаже. Отлично. Осталось только туда забраться. Я наверху. Что? Не понял. Ты опоздал. Нет. Этого не может быть. Ползаешь, как черепаха. Упс. Сейчас он здесь все разнесет. Ой-ой. Плохо дело. Мне нужно как-то успокоить гнев. Папа, у меня все в порядке. Мия, чем это ты тут занимаешься? Я за тобой слежу. Чтобы комната была убрана. Хорошо, пап. Смотри мне. Он ушел. Надеюсь, что гнев там еще все не сжег. Радость, держи. Большое спасибо. Огнетушитель мне поможет остудить его вспыльчивый характер. Кажется, мне уже легче. Я немного успокоился. Просто смирись. Фух. Пожар отменяется. Дай сюда. Он мне пригодится для декора. Супер. Только больше не злись. Повешу его на стенку. Этот огнетушитель создает в моем уголке необходимую атмосферу. Готово. Выглядит очень брутально. Гнев уже начал обустраивать свое место. Мне нельзя от него отставать. Что бы такого придумать? Секунду. Я знаю, как тебе помочь. Она была где-то здесь. Нашла. Эта вата поможет тебе сделать апгрейд в твоей кровати. Лови. Давай. Что тут у тебя? Замечательно. Мне подходит. Вот только до начала эту вату придется перекрасить в фиолетовый цвет. Но это совсем не проблема. Для этого у меня есть баллончик с краской. Мне должно его хватить. Приступим к делу. Мои мягкие стены готовы. Это точно оригинальнее, чем огнетушитель. Ничего особенного. Как круто. Я тоже должна украсить свою кроватку. Нужна какая-то идея. Есть. Я могу использовать свои шары воспоминаний. Вот только каким образом мне их применить? Мия, ты мне поможешь? Подожди. Сейчас вернусь. Что же у меня тут есть для радости? Вижу. Джой, это должно помочь. Благодарю. Ты просто чудо. Это именно то, что мне нужно. А теперь займемся дизайном. Сейчас я превращу эти воспоминания в элемент декора. У меня получилось. Это выглядит просто волшебно. Вот и все. У меня закончилась краска. Обидно. Ай, моя голова. О нет. Сейчас начнется. Ты специально это сделала. Заносите. Шутки кончились. Ты сама напросилась. Я включаю ругательный режим. Спасибо, ребята. Еще увидимся. Нельзя разбрасываться. Решил этот спор в честном поединке. Ауч. Сейчас ты у меня получишь. Меня еще никто не побеждал в бою подушками. Прекрасно. Тогда я буду первой. Только не это. Мне снова нужна твоя помощь. Окей. Сейчас что-то придумаем. Что же мне может помочь остановить их драку? Плохая идея. Это только усугубит ситуацию. Ладно. Придется решать эту проблему вручную. Вам нужно успокоиться. Упс. Я тут кое-что ищу. В коробке лежали твои игрушки. Где они? Не знаю. Я их не видела. Тогда придется поискать. Их точно нет. Вот сейчас я это и проверю. Посмотрим. Очень странно. Здесь пусто. Я же говорила. Признаю. Ты была права. Пойдем со мной. Хорошо, папа. Я скоро вернусь. Подождите меня здесь. Да сколько можно? Это уже второй раз за день. Согласна. Так может и укачать. На чем мы там остановились? Продолжим. Придется сражаться без подушек. Сейчас покажу тебе свой коронный прием. Подожди. Давай сделаем селфи на память. Подпишу его я и мой бычок. Что? Сама ты бычок. Мой телефон! Только не это! Нет! Сегодня праздничный день. Прошел ровно год с того момента, как я тебя купила. С днем рождения. Чего вы там остановились? Мы с Гаспаром пойдем вперед. Не отставай. Догоняй нас. Ты получил последнее обновление. Я тобой горжусь. Как тебе этот сериал про андроидов? Сюжет интересный. Спокойной ночи. Не забудь выключить будильник. Ты в порядке. Я так волновалась. Этого я тебе точно не прощу. Перестаньте. Хватит драться. Я бы победил. Конечно. Расскажи. Давайте лучше посмотрим, что здесь можно взять с собой в наш домик. Будьте внимательны. Здесь может быть много всего полезного. А вот и мебель. Я возьму себе этот торшер. Он подходит мне по стилю. Ребята, идите сюда. Поищите здесь что-то для себя. Тут есть что-то полезное. Стул? Зачем он мне нужен, если у меня есть кровать? Я нашла тебе вещицу. Это очень мило. Теперь ты сможешь вымещать свою злость на этой боксерской груше. Я бы и сам ее нашел. Давай. Эй, Хандра. Смотри, что я отыскала. Этот месяц идеально подойдет к твоим тучкам. Да, ты права. Пойду его повешу. Молодец. Вы не представляете, как я довольна своим торшером. Он как будто сделан специально для меня. Бегом ко мне. Посмотрите, что я нашел. Тут наши изображения. Предлагаю взять их с собой. Прекрасная идея. Тогда доверьте это дело мне. Сейчас я все организую. Каждому по его персональной наклейке. Дело сделано. Приклеим их к нашим кроваткам. Кто-то идет. А если это папа? Он точно нас продаст. Уходим отсюда. Просто прекрасно. Еще одно падение в копилочку. Нам нужно куда-то спрятаться. Есть идеи? Ребята, идите сюда. Это Хаги. Быстрее, бежим. Где твои игрушки? Я не знаю. Ого. Это очень странно. Ладно, потом с этим разберусь. Я и сама их давно не видела. Если он нас найдет, то нам конец. Наверняка ты швырнула их под диван. Я такого не помню. Прячемся. Он сейчас сюда посмотрит. Уверен, что они там. Попались? Да что ж такое. Тут их тоже нет. Фух. Нас чуть не поймали. Наверное, они потерялись. Думаешь, я не знаю, что ты их куда-то спрятала? Я к ним не прикасалась. Держите. Это вам пригодится. Спасибо, дружище. Мы никогда не забудем твою доброту. Уходим. Пора возвращаться домой. Хватит уже меня обманывать. Я говорю правду. Почему ты мне не веришь? Вперед. Все за мной. У нас мало времени. Ауч. Чего ты плечешься? Давай быстрее. А тебе, умник, часто приходилось подниматься с помощью носа. Ты в порядке? Нос не сломала? Там еще Джой. Разойдитесь. Вот это прыжок. Я тебя держу. Ура, у нас получилось. Если ты меня обманула, то я об этом узнаю. Хорошо. Можешь мне верить. Наконец-то. Пойду проверю, как там мои игрушки. Откуда здесь взялась эта лестница? Вау, так они уже в домике. Я так сильно за вас переживала. Рада, что у вас все хорошо. Давайте продолжим обустраивать наши кроватки. Все-таки мы не зря ходили на нашу небольшую вылазку. Теперь у меня есть вот такая огромная наклейка. Она будет отлично смотреться на стене возле кровати. А у вас как дела? Терпимо. У меня для вас есть загадка. Попробуйте угадать, кто из них настоящая я. Вы только посмотрите на этого красавца. Горжусь. Ты была права. Этот месяц идеально сюда подходит. Пусть висит здесь. Теперь я смогу вымещать свою злость не на хандре, а на этой боксерской груши. А это для того, чтобы вы не замерзли. Вау, какая красота. Камин ручной работы. А у тебя есть чувство стиля. Нельзя, чтобы такая замечательная вещь стояла без дела. Нужно сразу же его зажечь. Гори! Получилось. Как красиво. Камин создает уют. Про остальных я тоже не забыла. Хандра, это тебе. Что тут? Еще одна деталь для моего уголка. Окей, пойдет. Теперь я смогу закончить дизайн своей кровати. Получилось зачетно. Эй, радость. А вот этот подарочек для тебя. Меткий бросок. Отличная гирлянда. Спасибо, Мия. Упс, прости. Осталось распутаться. Хе-хе, птичка в клетке. Ай, хороший удар. Я теряю равновесие. Все в порядке. Я смогла освободиться. Как же я обожаю гирлянды. Они всегда создают атмосферу праздника. Остался последний штрих. Да будет свет. Это чудесно. Ребята, напишите в комментариях, чья кроватка вам понравилась больше всего. Моя, хандры или гнева. Чего-то не хватает. Ну, конечно. Я же совсем забыла про свой торшер. У вас у всех очень крутые кроватки. Я не понял. Что здесь такое происходит? Скорее, прячемся. Подождите, вы куда? Меня здесь нет. Он уже ушел? Так они живые. Прости, что не сказала. Ладно, тогда пусть остаются. Спасибо. Ты самый лучший папа в мире. Я очень сильно тебя люблю. Я продал все на гаражной распродаже. И у меня для тебя есть подарок. Ничего себе. Они такие классные. Это еще не все. Пойдем со мной. Тебя ждет еще один сюрприз. Я же знаю, как сильно ты любишь строить домики. Полюбуйся. Я не могу поверить своим глазам. Это же просто шедевр. Папа, ты мой герой. Я поселю там все свои игрушки. Отличная идея, доченька. А еще я устрою для них торжественное открытие. Джой, теперь у тебя есть новый домик. Серьезно? Ты не шутишь? Я готова к переезду. Мне уже не терпится на него посмотреть. Все твои друзья переселяются вместе с тобой. Пойдемте. Добро пожаловать в новый домик. Я уверена, что им там понравится. Мой домик объявляется открытым. Поздравляю. Он очень красивый. Приглашаю всех вас к тебе в гости. Ой, что это было? Мой домик сломан. Что с ним случилось? Как же это несправедливо. Я даже не успела в нем пожить. Его разрушил кто-то из вас. Кажется, мы здесь лишние. Пойдем отсюда. Никто никуда не уходит. Я обязательно узнаю, кто разрушил мой новый домик. Для этого я проведу настоящее расследование. Офицер Радость в деле. Гнев. Это был ты? Я? Нет. Это хандра. Это ты сделала? Это все печаль. Ты разрушила домик? Нет. Она тебе завидовала. Зависть? Признавайся. Это все он. Стыд. Это твоих рук дело? Нет. Это она. Ой. То есть ты. Друзья, а как вы думаете, кто разрушил мой домик? Напишите свой ответ в комментариях. Продолжим. Гнев, мне нужно тебя обыскать. Подними руки. Ладно. Но у меня ничего нет. Я что-то нащупала. Давай. Доставай. Окей. Это обычный молоток. Ах ты преступник. Подождите. Вы все неправильно поняли. У меня есть к тебе несколько вопросов. Подними табличку. Ай. Ты решила меня ослепить? Улыбочку. Давай сделаем еще одно фото. Рассказывай, зачем ты это сделал? Я же говорю, я тут вообще ни при чем. Правда. А эта улика говорит о том, что ты виноват. Вот как все было. На улице был сильный ливень. И ты хотел построить себе дом, чтобы спрятаться от дождя. Вот только у тебя не было для этого денег. Ты попытался попросить помощи у людей. Но они просто проходили мимо. И тогда ты увидел, как я торжественно открываю мой новый домик. Тебя охватило чувство несправедливости. Именно в тот момент ты и решился на преступление. Ты выключил свет. Пока тебя никто не видел, разрушил молотком мой домик. От меня ничего не скроешь. Не хочу тебя расстраивать. Но все было совсем по-другому. Хорошо, что у меня сохранилось воспоминание. Я узнал новость о том, что у тебя появился новый домик. Я пришел, чтобы взглянуть на него. И мне он очень сильно понравился. Но я сразу заметил, что чего-то не хватает. Вот тогда мне пришла в голову идея установить возле твоего домика красивую табличку. А молоток я использовал для работы, чтобы табличка крепко держалась. Ну что, теперь ты мне веришь? Да, воспоминания не могут врать. Ты не виноват. Возвращаю тебе твой молоток. А теперь пойдем со мной. Уже иду. Как ты думаешь, гнев посадят в тюрьму? Не посадят. Хандра, подними руки. Мне нужно тебя обыскать. Эй, что у тебя там такое? Доставай. Это просто бензопила. Преступница. Стойте, вы слишком спешите с выводами. Улыбнись. Дай я тебя сфотографирую. Произошло недоразумение. Поправь волосы. Еще один кадр. Теперь я хочу услышать признание. Я абсолютно не виновна. Тогда зачем тебе эта бензопила? Вот как все произошло. У тебя не было своего жилья. Из-за этого ты бродила по миру. Постоянно останавливаясь в разных местах. Внезапно ты заметила флайер с приглашением на мое новоселье. А когда ты туда пришла, то увидела, какой у меня новый модный домик. К сожалению, ты не смогла искренне порадоваться за меня. Ты решила, что раз у тебя нет жилья, то и у меня его не должно быть. Поэтому ты распилила мой домик бензопилой. Такие дела. Дело раскрыто. Нет, нет и еще раз нет. Чтобы оправдаться, я воспользуюсь воспоминанием. Я знала, что ты очень любишь свой домик. Поэтому ты сильно расстроилась, когда на твоем участке выросло огромное дерево. И тебе никак не получалось убрать его со своей территории. Мне стало тебя жалко, и я захотела помочь. Тогда я вспомнила, что взяла с собой бензопилу. Ты меня не заметила, потому что куда-то убежала. Ну а пока тебя не было, то я решила сделать тебе сюрприз. Я взяла бензопилу и спилила это огромное дерево. Честно говоря, у меня это круто получилось. Видишь, я просто хотела сделать доброе дело. И я тебе очень сильно благодарна. Держи свою бензопилу. Спасибо. Ты свободна. Пойдем со мной. Что она у тебя спрашивала? Меня оправдали. Печаль? Ты следующая. Подними руки. Мне нужно тебя обыскать. Посмотрим, что там у тебя есть. Эй, ты что-то спрятала. Расставай. Ладно. Вот. Это она разрушила дом. Я тоже так думаю. Улыбочку. Я ничего не разрушала. А можно сделать вспышку не такой яркой? Потерпи. Выкладывай. Зачем ты это сделала? Моя совесть чиста. Улики говорят против тебя. Вот как все было. Ты замерзла и очень сильно промокла. Тебе совсем негде было спрятаться от дождя. Ты попробовала использовать Вантус в роли зонтика. Но это оказалось не самой лучшей идеей. Вантус не смог защитить тебя от сильного дождя. Тогда ты начала горько плакать. А потом ты увидела, что у меня уже есть новый домик. И твоя грусть сменилась на раздражение. Ты задумала уничтожить его, чтобы я тоже мокла под дождем. Для этого ты подняла мой домик с помощью своего Вантуса. А потом несколько раз очень сильно ударила его об землю, пока он не разлетелся на мелкие-мелкие кусочки. Преступление раскрыто. Но ведь это неправда. У меня есть воспоминания о том, как все было. Я услышала твой крик. И пришла посмотреть, что случилось. Оказалось, что у тебя на участке произошла авария. Огромная струя воды затапливала все вокруг. Я не могла просто бросить тебя в беде. Ты в этот момент как раз побежала за помощью. А я схватила свой Вантус и начала бороться с этой здоровенной струей. В итоге у меня получилось ее победить. Я спасла твой домик от затопления. Так что я не сделала ничего плохого. Ты права. Я снимаю с тебя обвинения. Пойдем. Тебе больше нечего здесь делать. Ну и куда мне поставить эту табличку? Можешь возвращаться к остальным. Зависть. Ты уже знаешь процедуру. Сейчас я тебя обыщу. Посмотрим. Что ты там спрятала? Доставай. Хорошо. Как прикажешь. Так, это была ты. Я не трогала ее дом. Это мы сейчас выясним. Но сначала сделаем фото. Я не совершала это преступление. Спокойно. Вот теперь говори. Я никому не причинила зла. Тогда зачем тебе ножницы? Вот что произошло. Тебе очень нравился мой новый домик. Ты завидовала мне и хотела, чтобы он стал твоим. Но это было совершенно невозможно. Поэтому ты решила, что лучше он не достанется никому. Ты отключила свет. И под прикрытием темноты порезала на мелкие части мой замечательный новый домик. Вуаля. Обычная дедукция. Подожди. Твоя теория совершенно неправильная. Сейчас я все тебе детально покажу и расскажу. Слушай. Я принесла эти ножницы, чтобы ты могла торжественно перерезать свою ленточку. Признаюсь, что я не была искренне за тебя рада. Поэтому задумала кое-что коварное. Я подождала, пока ты выбросишь ножницы. Потом я подняла их и перерезала в трансформаторе провода. Именно это и стало причиной того, почему везде пропал свет. Однако я не ожидала, что в темноте мне станет очень страшно. Я захотела все исправить. Я починила провода и вернула свет обратно. Но твой домик, к сожалению, был уже разрушен. Видишь, я говорю правду. Зачем ты перерезала провода? Зависть. Не хотела, чтобы кто-то увидел твой домик. Но я его не разрушала. Хорошо, я тебе верю. Возвращаю твои ножницы обратно. Держи. Пойдем. Я снимаю с тебя обвинения. Почему никто не хочет со мной играть? Можешь идти. Остался ты. Лапки вверх. Сейчас мы тебя обыщем. Так не пойдет. Показывай. Что там у тебя такое? Массажер. Он виновен. Я не преступник. Поверьте мне. Сейчас мы это выясним. Подними табличку в кадр. Я очень плохо получаюсь на всех фотографиях. Выкладывай. Зачем ты его разрушил? Я ничего не делал. Клянусь. У меня есть улики. Вот как ты это провернул. Я тебя разоблачила, стыд. На самом деле ты маньяк-щикатун. И ты просто был в поисках своей новой жертвы. Мой домик идеально подходил на эту роль. И тогда ты просто стал выжидать подходящий момент. Когда зависть перерезала провода, то ты решил действовать. Ты взял свое орудие убийства. Я незаметно подкрался к моему бедненькому домику. И замассажировал его до смерти. Какое ужасное преступление. Мне все про тебя известно. Я не маньяк-щикатун. Я расскажу, как все случилось на самом деле. Ты моя подруга. Поэтому я искренне радовался тому, что у тебя появился такой крутой домик. А потом неожиданно пропал свет. Было очень темно. Я споткнулся. Упал. И случайно разрушил твой дом. Это был несчастный случай. Мне было очень сытно. Прости меня, пожалуйста. Мне очень неловко, что так произошло. Все в порядке. Ты же не специально. Но зачем тебе массажер? Когда я сильно нервничаю, то он помогает мне успокоиться. Вот оно что. Теперь мне все понятно. Не переживай. Пойдем со мной. Иду. Он же все-таки виноват. Может, дом сам разрушился? Мой домик случайно разрушил стыд. Дело официально раскрыто. Как же мне стыдно. Да не переживай ты так. Мы его отстроим. У нас даже есть для этого инструменты. Моя пила готова. Вантус в деле. Хочу перерезать ленточку. Спасибо вам, друзья. Мой массажер тоже пригодится. Я так рада, что мы будем строить мой домик вместе. За работу. Сделаем его еще лучше, чем он был раньше. Вы такие молодцы. У вас обязательно все получится. Ты готова? Представляем тебе твой новый домик. Вау! Получилось отлично. Я вам так сильно благодарна. Зайдете в гости? Это тревожность? Что случилось? Мы должны ей помочь. Здесь кто-то умеет оказывать первую помощь? Слишком поздно. Нам ее не спасти. Умирать? Это полная лажа. Прекратите. Не хороните ее раньше времени. Что мы будем делать? У меня есть одна идейка. Давай оставим ее на потом. Все понятно. Разойдитесь. Мне нужно ее осмотреть. Сейчас я послушаю сердцебиение. Она мертва полностью и бесповоротно. Это невозможно. Какой кошмар. Это вы во всем виноваты. Вы ее довели. Меня хватит. Я не хочу участвовать в этой вашей вечеринке с мертвецами. Пора отсюда сваливать. Стоять! Всем оставаться на своих местах! Я тоже хочу такой прикольный огонь на голове. Не получается. Вы все подозреваемые. Возможно, ее еще можно спасти. Держись. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, кто убил тревожность? Это был кто-то из вас. А кто именно, это я сейчас узнаю. Начнем расследование. Почему мы все в наручниках? Это какая-то ошибка. Тишина! Итак, вернемся к главному вопросу. Кто же из вас убил тревожность? Стыд или печаль. Точно не я. Я сказал, сохраняем спокойствие. Что мне теперь делать с этим огнем? Отправлю его в комментарии под фото. С вами все в порядке? Круто я придумал. Вернемся к делу. У меня тут имеются ваши воспоминания. Для дачи показаний вызывается... Кого же мне выбрать? Только не меня. Итак, для дачи показаний я вызываю тебя. И я не готова. Я имел в виду печаль. Нет. Пожалуйста, выберите кого-то другого. Спокойствие! Не понял. Откуда здесь взялся этот сурикат? Сейчас ты у меня получишь. На чем мы там остановились? Печаль? Выходи. Как скажете, господин судья. Мне нечего от вас скрывать. Я готова свидетельствовать. Так чего же ты ждешь? Вот как все было на самом деле. Как же мне помочь Райли? Приветики. Меня зовут Тревожность. Приятно познакомиться. Какой офигенный пульт. Я сама тут совсем разберусь. Пусти. Нет. Он мой. Райли, я тебя подвела. Что происходит? Помогите. Упс. Так вот как ты ее убила. Ах ты убийца. Ты готова примерить тюремную робу? Стойте. Вы не дослушали. Это еще не все. Что я наделала? Давай. Дыши. Очень жаль. Но мне уже пора идти. Пока. Я тебя никуда не отпускаю. Ты обязана жить. Давненько меня так током не била. Спасибо, подруга. Ты меня спасла. Вот так все и было. Я никого не убивала. Ладно. Иди садись. Спасибо, ваша честь. Без наручников намного удобнее. Тоже убийца. Вы все подозрительные. Для дачи показаний вызывается зависть. Я? Нет. Я туда не пойду. Да как ты только смеешь перечить суду? Какой красивый огонь. Попробую еще раз. Как у него это получается? Одну секунду. Мне нужно немного остыть. Выходи. Хорошо. Уже иду. Мне тут немного неудобно. Я ничего не вижу. Мне еще долго тебя ждать? Придумай что-то. Одну секунду. Сейчас я поставлю себе под ноги этот ящик. А вон и мое воспоминание. Не могу дотянуться. Как же с тобой сложно. Держи. Благодарю. Держи себя в руках. Тебе нужно завершить расследование. Продолжим. Сейчас я покажу как все было. Надеюсь ему понравится. О нет. Ты просто королева суеты. Это тебе. Мне? Обожаю розы. Как он мог? Я же так сильно его люблю. У меня нет выбора. Придется воспользоваться моим секретным зельем. Только оно сейчас сможет мне помочь. Добавим побольше. Держи. Угу. Продолжение следует.